Почему? Ну, как-то же хорошо жить без ребенка. А тебе зачем? Когда тебе станет зачем-то, ну, например, не знаю, спокойнее будет, или увереннее, или теплее, или ты будешь чувствовать себя любимым или любить, да, тогда побежишь вот тут. Если нет, и это будешь знать, и это будешь знать, но не побежишь. Согласны? Ну, и, по сути, я буду предлагать сейчас познакомиться с тобой. Но перед этим, я так, знаете, со старта, думаю, 7 минут уже прошли, ну, хочу очень побольше чего-нибудь такого дать вам про себя, но помню не загрузить, потому что вы уже, я тут собирала обратную связь, уже достаточно загружена. Пару слов о себе расскажу. Кто меня не знает здесь? Не знает. Ну, довольно много людей. Тогда, добрые люди, а что у вас остались? Тема интересная. Отзывы хорошие. Отзывы хорошие, тема интересная, да? И интересно было бы все-таки сюда двигаться, правильно? Хорошо, два слова о себе. Я много ролей разом у меня есть, и думаю, с чего начать. Ну, судя по тому, что, как я выгляжу, я, в общем, счастливая женщина, я жена, я мама, у меня твой детей. Тут, кстати, мой муж и моя дочка. Старшему 26, младший 9. А если брать социальную жизнь, я действительно 19, тут много людей продвинутых, это солнце. Это довольно такая янская энергия, правда? И что с ней спорить? Ну, никуда не денешься. Нужно что-то с этим делать. Главное не опалить, это я тоже помню. Так вот, в этом смысле, я 15 лет занимаюсь сферой развития. 13 лет моей компании «Живое дело». Кто-то слышал про такую компанию «Живое дело»? Эта компания, на мой взгляд, лучшая компания в сфере бизнес-образования. И эта компания часто задает дом на сфере рынка бизнес-образования. Мы обучаем бизнесы, да? Мы обучаем бизнесы. Вчера выступала здесь Алена Сусоева. Кто-то был на немастой классе. Вот, это тренер нашей компании «Живое дело». Кроме этого, в компании есть две таких серьезных школы, которые для этого же рынка готовят коучи и тренеров. Вот Алена Сусоева как раз готовит тренеров, да? А я готовлю коучи. И в этой связке я еще и коуч. Если говорить о моей целевой аудитории, работаю я в основном с первыми лицами и тупыми организациями. Но НТС, в котором я с ними работаю, часто звучит как бизнес-запрос, но очень быстро мы с ними переходим в лайф-сферу. Почему? Знаете? Потому что абсолютно верно, все проблемы собственника в бизнесе лежат где? В его личной жизни, а в назначенном его личной жизни. И поэтому мы начинаем с бизнес-коучинга, переходим в лайф, наводим там порядок, и потом мы возвращаемся, и в общем все выстраивается из бизнеса в том числе. Если говорить, вот как звучит специализация, то это изменение и баланс. Действительно, у меня получается, часто даже не понимаю, как люди, которые приходят в школу, у них крутые. В ней, кстати, кто здесь мои выпускники? А еще не вы? Ну, те, кто у меня учатся, да? И еще где-то человек 20 примерно, ну, Валинка Крюновская, выпускница уже, Алексей Просекин, тоже выпускник мой. И много здесь на фестивале их, но я говорю, Алла, ну мы ж или были у тебя, или пойдем. Не хотим портить себе эту тему тем, что ты уже приоткроешь завесу этого тренинга, потому что тренинг по работе с убеждениями будет в июле месяце, 10-11 июля, двухдневный полноценный тренинг. Но отсюда вы уйдете тоже уже и с инструментами, и с чем-то проработанным. Согласны? Да. Ну, про меня чуть-чуть понятно, да? А можно вы спросите? А можно вы спросите? Тренер от коуча. Давайте расскажу. Тренер от коуча. Тренер спросит вас, например, вы продавец, ну, предположим, да? И вы хотите сделать там объем продаж какой-то, икс, и обратились ко мне. Если я тренер, я говорю, так, вот что тебе нужно сделать. Значит, на этапе выяснения потребностей, вот так выяснять, раз, два, три. На этапе работы с возражениями, выполнять вот эти технологии. Сядь, пожалуйста, с Ириной в пару, потренируйся. Вот, теперь у тебя получается, иди тренируйся 21 день, и все у тебя будет хорошо, да? Теперь как коуч на него действует. Расскажи, пожалуйста, а как ты сейчас продаешь? Ну, бла-бла-бла. Отлично. А что у тебя получается хорошо? А что на твой взгляд, нужно подправить. А кто может это знать? А где ты можешь взять информацию? Ага, мы тренинг пойти раз там, почитать, узнать у кого-то, смоделировать кого-то. Отлично. Когда ты это сделаешь, вперед. Услышали разницу? Коуч, не говорит, что делать. Хотите сейчас проведен эксперимент? Ведь все мы хотим, мы просим, дай мне, как вас зовут? Карина. Дарина. Какое имя красиво. Дарина мне говорит, Алла, дайте мне совет. Ну, вот вы такая мудрая, там, бла-бла-бла. Скажите там в моей ситуации, как себя вести. Сейчас будет эксперимент, в отношении которого вы поймете. Мы лукавим. Мы когда просим, нам не надо, на самом деле. Потому что вот это изначально сильное, и в нем уже все есть. Вспомните, пожалуйста, когда последний раз вам кто-нибудь давал какой-нибудь совет. Вы не просили. Он говорит, вот что, Дарина, вам нужно сделать. Первое, говорит, к стилисту сходить. Что тут у вас дальше? А ну-ка, а у вас сумка там. Ну, вот примерно так мне стилисты пытаются отдавать обратную связь. Как, вот, вспоминайте, как вы себя чувствуете, когда вам говорят, что делать. Да, вот такие вижу лица. Да? Как чувствуете себя? Аж, ну, словами. Неприятно. Неприятно, некомфортно. Какие еще есть эмоции? Я лучше знаю сам. Униженными. Что-что? Я лучше знаю сам. Раздражение. Я лучше знаю сам. Я лучше знаю сам. И так, приостаневшись, сказала, как зовут? Оля. Оля, как она сказала. Ну, мы знакомы вообще-то, да? В мастер-классе я могу имена забывать. Да? Дарина помнит. Ну, вы же уже один раз ошиблись. Так вот. А теперь вспомните, пожалуйста, когда вы сами придумали решение. Вот была у вас задачка, и вы его придумали. Как вы себя чувствовали? Вспоминайте. Круто. Победителем. Круто. Лица у вас разгладились. Морщин стало меньше. Свет начал исходить. Есть такое ощущение? Да. Да? Тогда почему мы думаем, что другие устроены иначе, когда говорим первое, второе, третье, вот что тебе нужно сделать? А руководители вообще все время так управляют. Я вот буквально в том, как приехала вчера из Ниппопетровска, четыре дня вела коучинг в организации для руководителей. И им очень сложно. Они говорят, а куда же нам девать багаж вот этот? Мы же привыкли решать за подчиненных. Мы привыкли. Да нет, можно продолжать. Только получается, вы придумываете за них, а не получая за это деньги. Потому что вообще-то это их задача. Вы тратите свою жизнь, вы теряете свою личную жизнь и теряете время на стратегию. Правда? Ну а что мы с вами теряем, если слушаем чужие советы? Сибирь. Энергия. Мы вот в таких вот эмоциях. А для чего мы тогда советы просим? Для чего? Чтобы кто-то за нас еще. Это очень удобная позиция. Ну, папа коуч. Ко мне приходят, у пяти коучей. Был ерунда это все. Я говорю, зачем вы ко мне пришли, добрый человек? Говорят, что вы крутой. Я говорю, нет. Точно нет. Врут люди. Да. Вот. Я говорю, давайте, говорю, если ответите на вопрос, что хотя бы одно вы поменяли в своей жизни, после хотя бы одного из этих пяти коучей возьму вас в работу. Если ничего не меняли, это да смысл. Коучинг делает коучингом только изменения в жизни клиента. Если их нету, это не коучинг. Разобрались? Чуть-чуть, что это. Все. В этом стиле я буду с вами работать и буду часто спрашивать вас, а не давать вам, например, сейчас отправлю упражнение, не скажу. Идите в упражнение для того, чтобы найти то-то и то-то. Вы к нему сходите, а потом я вас спрошу, что вы тайно шли. Понятно? Вот это коучинговый подход. Итак. Помните, пообещала, что мы будем с вами вот этим заниматься. Вы сейчас в течение буквально, ну, у нас много, хочется так, чтобы вы получили опыт, пяти минут, пять минут будет, вы встанете и будете перемещаться по вот этой, как это назвать, зоне. И подходить к людям добрым и говорить и о своем, а потом оказывать какое-то свое качество, свое качество, жестом. Ну, например, если у меня качество вдохновляющее, я покажу вам. Вдохновляющее, ну, пример. Понятно? Да? Если, как вас зовут? Миша. Миша. Миша, считай, что он светлый. Да, ну, покажет вам светлый. Ну, к примеру. Ясно? Да? Задача сложная? Нет. Ой, тут не зря четыре дня люди поработают. Итак, встаем, пять минут, подходим к людям, говорим имя и показываем одно качество. Вам в ответ кто же человек показывает и ищет его вам партнера. Вперед! Я на шоколаде. Давай, давай, давай. А я не протерялась. Спасибо. Спасибо. Я тебя представила. Добрый, я Евгений, я ведущий. Добрый, я Евгений, я ведущий. Добрый, я Евгений, я действительно ведущий. Продолжение следует... 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 Берете ручку, ну или фломастер, что там у вас есть, и лист бумаги. Ставите ручку на лист, перестаете думать. Прекрасная технология, апробированная, работает сто процентов. Нарисуйте убеждение. Что это такое, по-вашему? Ведь если ты знаешь, с чем ты взаимодействуешь, то ты тогда, ну знаешь, как это говорят, вооружен, значит предупрежден, значит вооружен, да? А так вот вы слышите убеждение, а что это для вас? Да? Вы сейчас с этим знакомитесь. Лично для меня что это? И те, кто нарисовали, поделитесь, ну просто партнера найдите, и хотя бы минуточку буквально покажите рисунок и обсудите с ним. Что там нарисовано? В две стороны. Ну я не знаю, лучше у вас несколько будет символов рисунков. Ищите, пожалуйста, активных партнеров. В этом есть смысл. Вы увидите, что вы единственные, кто увидит, что у вас это беда. Да? И что это значит? Убеждение. А это анема? Это камень. Камень. А, камень через который. Да, 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 да. А у вас тут это? Да, 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 да. Причем на одну сторону такое. А у тебя, Миша, тарактура вообще. Почему убеждение? А она сказала просто, ставим ручку и что-то рисует. Она вот что-то нарисовала, то она нарисовала. Ну, во-первых, какое-то болющее. Ага. Причем с такими острыми шипами. Легко, далеко идет. Мелкий такой, лёгенький ёжик, да. И постепенно заканчивайте обсуждение. Что бы в этом несложном упражнении показалось для вас любопытным? Что бы оказалось любопытным? Точно. Как минимум я понимаю. Начала вам говорить. Первое. Не я одна не умею рисовать. Да? Мне уже полегчало. Сама оценка опять норме. Второе. Ой, и у людей-то тоже тараканы есть. Отлично. Я не одна. Ни други зажки отжидают. Есть такое? Точно. Мы не одиноки. Правда? У всех они есть. Не я один-одна так устроен. Правда. Мы все устроены одинаково. Мы все устроены одинаково. И небольшой экскурс туда, в эти убеждения. Нет, художник убежден. Так как бумаги нет, приходится, в общем, как-то... Будет так видно? Да. Да? Отлично. Вот если в серединке этого рисунка я напишу опыт знания, то где на этом рисунке, а как если бы все остальное было белый лист, где на этом рисунке убеждения? Вверху. Где? Внутри. Внутри. Вокруг где? Вокруг. Граница. Граница. Абсолютно верно. Это граница. А между чем и чем? Ну, опыт и знания я вам уже дала подсказку. А это что за область такая? Внешний мир. Знания и риск. Непознанная. Это я еще там не был, да? Да. Неизведанная, непознанная, непонятная. А как можно еще назвать вот эту внутреннюю область? Зона комфорта. Абсолютно точно. Вот она такая. А нам в ней частенько комфортно или нет? Комфортно. Нам часто в ней дискомфортно. Ну, я спросила, вы хотите что-то менять? Вы все говорите, да. А зачем? Если бы вам было очень комфортно, то вы бы не меняли. На самом деле, в зоне комфорта, чего так назвали, не понимаю. Назвали бы зона дискомфорта. Было бы легче оттуда уйти, правда? А так назвали неправильно. На самом деле, нам тут часто бывает некомфортно. Да? Но у мозга такая задача. Вот эта граница, на которой есть убеждения, верования, наши страхи, наши принципы. Кстати, убеждения не только со знаком плюс. Ой, минус, но и плюс. Они тоже нас ограничивают. К примеру, люблю этот пример приводить очень, потому что расхожая такая аффирмация для многих. Вселенная дружественная изобильна. Слышали ее? Да. Ну, если бежать на диване и щелкать там телевизор, она будет дружественная изобильна? Нет. Я думаю, нет. Она будет всячески нас из этого телевизора толкать. Или так, или так, да, пинать. Вот, нас будет выталкивать. Потому что задача у, ну не знаю, Вселенной или один из смыслов жизни сделать так, чтобы мы вот эту зону расширили. Сделать так, чтобы мы за нее выходили. Ну, к примеру, мы маленькие, да? Вот мы только родились. А вы вспоминали деток своих. Наверняка у большинства в этой аудитории они есть. Ну, или там, вы видели, как маленькие себя ведут. Вначале лежат, и, в общем-то, даже взгляд не очень фокусируют. Потом мы вешаем перед ними что-то яркое. Что они делают? Пытаются достать. Да? Потом достали, берут, тянут в рот. Что они делают? Постоянно работают, что-то комфортно. Они без конца, без края это делают. Только чего у них нет пока? У них нет страха, у них нет убеждений, у них нет принципов. Абсолютно беспринципные, да? Вот. И, кстати, живут счастливо, да? И мы вот всю жизнь потом взрослую свою пытаемся хоть что-то из этой детской жизни подтянуть в свою взрослую жизнь. Правда? Вернуть как будто бы, да? На самом деле оно есть, просто немножко надо завалов поразгребать. Ну, смотрите, как формируются убеждения? Сейчас расскажу вам, чтобы было очень-очень понятно. И потом мы побежим дальше. Они так формируются. Представьте, что вы маленький, просунулись в темной комнате. Просыпаетесь, но вы такой маленький, что уже можете ходить. Просунулись, скажи, к маме. Приходите, а мамы нет. Страшно. Думаете, ну, страшно, да? Ну, а вам это будет как-то, ну, два-три. Что бы вы могли тогда? Обижали всю квартиру, никого. Что бы вы тогда подумали? Или могли подумать? Мы же вспомним. Бросили. Бросили. Меня бросили еще. Маму украли. Ну, маму украли, и тогда я. Про себя, про себя. Что мы думаем при суббарке? Я одинок. Я никому не нужен. Может такое быть? Меня не любят. Кто смотрит суп? Кто смотрит суп, вряд ли мы подумаем. Потому что нам там так страшно. Ну, никому нет. Да? Нет и суббарка. Есть такое? Да. Вот в этот момент, смотрите, убеждение нам помогает выжить. Помогает выжить. Как? Если бы оно, ну, мы так не подумали. Мы таким образом себя объяснили. Ну, если меня бросили, ну, это понятно. Ну, бросили, да? Меня бросили. Это ужасно. Но мне понятно. И я с ума не сошел. Есть объяснение. И я выжил. И в следующий раз, когда что-то подобное было, ну, не знаю, подошел на дискотеку, пригласил девочку, вроде она была согласна. А она сказала, с тобой-то не пойду. Что случилось? Эмоция, как клея, которая в убеждении обязательно присутствует. И опять слой того же слова. Меня бросили. Никому не нужен. Меня не любят. И так, слой за слоем, оно укрепляется. И это неприятно, это очень больно, потому что эмоции. И вытесняется вне, ну, вне, в то, что мы не осознаем. И если вас вот так вот спросить, какого у вас убеждения, вы, ну, я, да, разве я могу подумать, что у меня не получится? У меня все получится, да? А если посмотреть на результаты, ну, не очень получается, да? Как понять, есть убеждения или нет? Очень просто. По событийному потоку. По наличию событий. Если, например, у девушки, которая пять лет хочет выйти замуж, нет в ее жизни мужчины, то там точно есть какое-то убеждение, которое этому мешает. Вот оно есть какое-то. Ну, например, что-то в отношении мужчин. Какие-то там они, ну, не знаю, там, ужасные, да? А хочу я тогда? Нет. И тогда я ему никак, да? Или, например, в отношении того, что семья, в семье не может быть все хорошо. Опять же, все защищает меня от того, чтобы не попасть в эту халыфу. Понимаем? Да? Вот примерно так это устроено. Убеждение — это то, что разрешает или не разрешает. Это то, что нас... Это как фильтр, сквозь который мы находим свои события. Ну, представьте, что вы недавно видели здесь проект, тогда вот человек — это вот этот проект. А убеждения и эмоции — это вот эти слайды. А вот этот экранчик — это экран внешней жизни. Ставим слайд «Мне страшно» начинать свое дело. Что на экране внешней жизни? Все в ужасе, да? Вот налоговая приходит, вот уже у меня денег нет, вот уже нищенствую, помер он пошел, да? Все прям ряд, уже и стакан воду тут недалеко, да? Или там, например, с одним мужчиной нельзя построить семью. Ну вот, одного мужчины мало для счастья. Ну, это реальное убеждение. Одного мужчины для счастья мало. Раз — точно. А если вот спросить, чего хочет, хочу найти одного. Ну, сходя этот слайд, что тут будет? — Много. — Тут будет совсем другое, не то, что хочет человек. Понятно, как устроено, да? Если так, любите чем-нибудь. — Да, да. — Понятно, да? Хорошо, тогда идем дальше. Но мы же с вами вот этот берег хотим еще, правда? Нужно отправиться в путь, нужно, чтобы что-то манило, да? Тут есть уже опора. Я понимаю, что я дойду, но чего же я хочу? И сейчас у вас будет три минуты в одну сторону, три в другую, с парой, да? В паре работа. Задача одного человека — задавать вопрос, чего ты хочешь. Ну, не просто так тупо, что ты хочешь, что не так. А так вот как-то так, чтобы человек расслабился и действительно мог помечтать, мог чего-то из себя достать, да? Создайте такое пристрастное для партнера, в котором он захочет, ну, делиться вот этим и доставать это из себя. А второй человек, вот он действительно этим делится. Запишите для партнера, что он хочет, и потом ему отдайте. То есть тетради поменяйтесь, ладно? Через три минуты вы поменяйтесь. И тогда вы запишите для партнера, чего хочет он. Понятно? А грустно? Это должно быть какое-то одно хотение? Как хотите вообще? Контекст жизни. То, что он озвучивает или то, что я пишу? Нет, нет. Вы пишете только то, что озвучивает партнер. Никакого я вижу. Вот это все от рукава. Понимаете? Я слышу себя вошли. Мы этот период исследуем. Если вы не знаете, чего хотите, вы и не пойдете туда. По мне куда идти? Да. Может, и не дай. Знаете, с чего я тебе успею? Видишь? Просто вы могли бы помочь, чтобы у меня было вошли. Можете ее не забывать? Спасибо. 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 И чисто материально. И чисто материально. И чисто материально. И чисто материально. И поменяйтесь, пожалуйста, поменяйтесь. И я скажу, что некоторые в одиночку работают. Пожалуйста, напишите хотя бы просто 10. Потому что следующие желания будут будут. И писать мои желания. А ваше желание? Спасибо. 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 Страх неизвестного. Страх неизвестного. Если я понимаю, что есть страх неизвестного, причем у нас всех есть, это нормально, то что тогда? Тогда я могу взять руль своей жизнью в свои же руки и сказать, не, я понимаю, конечно, что не хочется за рукой, но мы туда пойдем. И тогда будем разбираться, да? Хорошо. Страх неизвестного, опыт неудачи прошлой, да? И наши неверия, разные неверия в себя, в свои силы, во вселенную, в людей, доброе имя, кто его знает, ну и так далее. Да? Идем дальше. Идем дальше. Вот тут вот этот сон тоже стоит. А, мне все время Наташа, Маши. Мы в конце будем разыгрывать несколько всяких разных, ну, не знаю, кто звать у нас в классах, всякие скидки там, на интенсив, коучинг интенсив, и туда приглашаются не только коучи, туда приглашаются люди, которые это, я называю так, сочувствующие, интересующиеся, да? Там и коучи, и не коучи. Можно очень много, очень серьезно продвинуться, 5-дневный такой интенсив. На тренинг «Трансформация убеждений», который будет в июле, на что еще? А, и на тренинг «Эмоциональный интеллект», который будет, не делаем? Ну, разыграем, на тренинг, раз уже заявила, значит, разыграем. Который будет, да, у нас за слово проводить, а национальный интеллект 8-9 августа. И мы еще разыграем вот эту коучинг-туг. Это изобретение мое. Каждый день можно вот с этой книжкой продвигаться к тому, что хочешь. Здесь есть и место для планов, и место для итогов. Причем, в итоге, подводим в виде коучинного формата. Там вопросы, которые затачивают вас на поиск того, что хорошо. На поиск того, в чем вы молодец. А мы, как обычно, итоги подводим. Это плохо, в этом я налажал. Тут вот надо подправить. Ну, так вот заточен наш мозг. И вы сейчас анкетки получили. Да-да-да, сейчас Наташа разгас. Ну, где-то они гуляют там. Они дойдут до вас. И просто вот, чтоб потом не забыть. Аллач, помота в эту сторону? Да, они вот там где-то гуляют. А Таша, люди хотят анкетку. Уже мало. Они не дошли к нам. Не хватило, наверное. Ну, хватило. Сколько их дождешь? Вот первый раз. Сколько? Их мало. Сейчас будет на листиках. Мы нам будет. Сейчас листики дадим. Ну, в общем, что-то мы с этим призываем. На листики надо написать имя, фамилию. Телефон, электронный адрес. И деньги дадут от прошла. Получат, будет получать раз в месяц смартфонную кожесть. Все, с этим мы закончили. Я просто увлекаюсь и потом забываю, и непонятно, как возникновать. Оставьте их, потом запомните. Люди. Это просто, чтобы они у вас были. Хорошо? Чтобы потом, когда мы будем заканчивать, они скажут, Алла, обрезы. Что я сейчас опять увлекусь и все. Хорошо. Двигаемся дальше. Итак, у вас целый список, правда? Кому чего хотите. Вот эту область мы исследовали. Исследовали? Ага. И мы сейчас еще немножко вот сюда вот пойдем. Смотрите. Убеждения прячутся. Мозг не хочет, чтобы мы разгадали, каким образом он нас не выпускает. Ему это невыгодно. Понимаем? Да? Ну вот, если, например, просто пройти человеку и сказать, ну, может быть, у тебя особенно потому, что вот такие события, убеждения, что тебя не любят? Да ты что? Да как? Как меня можно... Нет такого убеждения. Да? Вот. Он очень не пускает в эту сторону, вот в этом сложность, и не хочет признаться в том, что оно есть. Но мы будем ловить. Попробуем через этот берег, потом будем пробовать через другой. Итак. Выберите из списка три. Три. Вот такие три, которые я действительно очень хочу. Вот правда хочу, и вот эти три, не знаю, желания, мечты, цели, кто как хочет называйте, это даже не важно. Вот при наличии этого я буду счастлива. Хотя мы понимаем, да, что сейчас все мы в итоге по дороге, и прямо сейчас можно вычислить, но тем не менее. Вот я хочу, чтобы это было в моей жизни, и тогда я буду, ну, мне будет поверьче как-то, мне будет поувереннее, не знаю, понасыщеннее. Пожелее. А ты не очень понимаю. Три. Выберите из списка того, которые у тебя есть. Из списка три цели, да? Вот у тебя есть куча всего. Выберите их. Такие, которые больше всего тебя кучают. Да не убеждения, у тебя в упражнении еще нет. Цели. Вечты. Желания. Ну, перечитые. Четыре не стратегии. Да. Верите четыре, но вам придется в упражнение, и вот как мы будем работать. Смотрите. Вот даже сейчас, вот возьмите одну из этого списка, чтобы попробовать пока индивидуально, потому что потом вы будете это делать с кем-то. С кем-то легче, люди. Сами не выловите. Не выловите сами свои убеждения. Это нужно иметь такую высокую самомотивацию, неосознанность. Себе очень трудно признаться, потому что у вас пока нет такое, что я... Например, я свое тоже не могу выловить. Мне очень трудно решать свою проблему. Я ее часть. Это очень близко. Я точно так же нанимаю коуч для себя, потому что это очень трудно. Ну, задать себе вопрос, например, такой, с чем связано, Алла, что ты так этого хочешь и берешь на себя ответственность и не делаешь? Ну, как я это задам себе сама? Понимаю смысл вопроса? Ну, мне, например, Михаил говорит, я вот этого очень хочу. Вот очень... Мы с двадцать своим на десятку. Архиважно. И ответственный я человек на десятку. И не делаю. И я спрашиваю, с чем связано, что вот такие высокие не делаете? Понимаем? Сам себе не задержь такую вопрос. Угу. Взяли одну? Да. А теперь, когда вы это перечитываете, скажите, пожалуйста, может быть, у кого-то возникают какие-то мысли? Ну, к примеру, фигня не получится. Или наоборот. Ободрить, там, или какой-нибудь, может быть, убеждение и с плюсом, и с минусом. Просто мысль какая-то. Вот смотрите на него. Хочу, но не уверена, нужно ли мне это. Вот. Я не знаю, не уверена, нужно ли мне это. Да, например. Вот типа таких вот. Какие-то мысли просто оплавлены, да? И что нужно будет сейчас делать? Сейчас нужно будет ваши три, ну, четыре, вот, четвертые только что сделали, оставшиеся. Вам нужно подойти к человеку и заявить вот об этом, что у вас там. Да? Если правда, я верю в то, что это будет, без проблем заявил. Ну, это факт. Если что-то там, и главное, на что обращайте сейчас внимание. Как я себя чувствую при этом? Ловко или неловко мне это говорить? Что говорит внутренний голос? Ну, в общем, как, вот, как вы это делаете? Понятно? Ага. Да? Есть догадки, зачем мы это делаем? Нет, еще раз. Ну, подожди сказать. Ну, вот вы подходите к Риме и говорите там, я хочу, ну, не знаю, там, центр открыт развития какой-нибудь. А тут в голове, в теле шатость, например, в голове… Да я ж не готова. Да. Мы проговариваем, но наблюдаем за собой. Что за мысли, что тело делает? Насколько действительно все вот это, мысли и тело, все это открыто там, ну, чтобы заявлять мир об этом. Но все равно, говорят там, сглазят. Ну, вам, чтобы делать, вам все равно заявить надо. Ну, в любом случае. Ну, например, я тренинг делаю, но я же заявляю о нем. Если я не поставлю даты, то вы на него не придете. О нем не узнаете. Правильно? Сглазят? Ну, могу не ставить. Правильно? Вот. Поэтому со сглазами как-то, знаете, оно… Странно. Ну, в моей профессии точно. Не заявлю об интенсиве, но буду одна. С Наташей. С моей профессии, да? Вот. Понятно, да? Что делать? Понятно? Да. Не волнуйтесь. Это не единственный способ. Но сейчас надо просто понять, как, ну, что… Как вы, тело, мозг, сонастроенный с вашими целями? Вы в связке с ними или нет? Ясно? Можно? Да. Вопрос того, кто слушает… Задача того, кто слушает. Слушать. Не комментирую. Слушать. Ради Бога! Не надо совета. 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 Вы помните, как вы себя чувствовали, когда вам советуют? Вот так же будет чувствовать себя человек. Ну, я сейчас еще объясню, почему. Понимаете, когда мы советуем, это означает одно. Я – О, а ты – нет. Со мной все в порядке, а ты… ну, с тобой что-то не так. Именно поэтому я тебе помогаю. Ну, вы это упускаете, вы это не говорите. Но это сам факт этого действия, говорить за себя. Вы не верите, что он справится. Согласны? Да. Нет, вы можете говорить, нет, нет, я верю. Тогда не трогайте человека, он сам душит. А если ему надо, он подойдет и вас попросит. Тогда вы сможете развернуться вообще красиво. Но лучше это делать за вопросом. Будет больше права для него. Понятно? Что делаем понятно? Встаем и подходим к добрым людям. Три ваших целей – три человека. Одна цель для одного человека. О, это поделитесь кто вы получили за данное указание. Три кто вас есть. А вaudите, что вы получили за данное указание. Три кто вы не думаете. Три кто вы уже есть? Три кто вы не думаете – а ваше? А ваше? А ваше? И что там сказали. А другие цели, они обе, касаются финансов, я сама с неловкой чувствую себя, когда проговариваю. Добро пожаловать на фестиваль «Деньги есть». И вот тут у вас есть столик такой, да, Марина Ждан его делает с командой целой. И абсолютно точно, замечена, то есть, как вас зовут? Юля. Юля говорит, я обнаружила, что у меня в сфере финансов точно есть какие-то обреждения. Потому что явно есть разрыв между словами и тем, что она делала. А не было никаких немеркалок мыслей. Ну, просто, автомобиль это тоже же деньги, но это конкретно. Я не задумываю, что мне надо на это много денег, я его просто хочу. Много денег не для меня, типа того, что, да, что-то в этом... Да, я не, ну типа, я не смогу заработать много денег, или там много денег, что-то вот похоже. Я и цель поставила, у меня сын хочет вражаться, и я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Понятно, понятно, понятно. Вот, 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 вот. Есть вот такое, какие-то догадки хотя бы, в какую сторону надо посмотреть, где они прячутся. Есть догадки? После упражнения. Люди, кивните чем-нибудь. Есть, нету, или вопросы задаете? Нет, нет, нет. Ни более ничто. Вопрос, вопрос. Вопрос. Когда вы сейчас заявляли вот это все, да? Надо было проверить, насколько слова, ну сама эта цель, с настроенность телом и смыслами. Если ты расстроена, то вам легко говорится. И оттуда вы получаете в виде обратной связи, да, боже, классно. Да? А если не так, я говорю, но я чувствую, как-то я, ну не знаю, неловко себя чувствую. Как-то тело так себя ведет, что-то какая-то тяжесть в груди. А тут такая вот неуверенность какая-то или мысль. Да не получится у меня. Мне не хочу говорить, потому что как-то страшно, стыдно. Вот это значит, что убеждения есть точно. И туда надо идти. Понятно? Хотя бы область наметить. Вот, например, Юра наметила область точно, в сфере денег есть убеждения. А в родительской семье что говорили про деньги? Или могли бы говорить? Денег всегда мало. Это точно или денег всегда не хватает. Вот это убеждение. Надо много работать. Надо много работать, а тут связочка, чтобы было много денег. Отличное убеждение. Вот возьмете льву и мы будем в конце трансформировать. Прекрасная надеясь. Понятно? Да? Кому-то удалось сейчас что-то отловить. Кому-то идти. Кому удалось? Поднимите руки, чтобы я понимала среднюю температуру по позиции. Кому ничего не удалось, вообще не понимая, что тут делать вообще. Что происходит? Да? Да? Вопросы зададите мне. Да, вот так, зададите вопрос. Со степой. Возможно, нужно со степой. И представьтесь. Мария. Мария. Ну просто есть две цели глобальные, да? Я когда я не говорю, я понимаю, что надо делать, как надо делать. Внутри ничего не происходит в этот момент. Я заявляю, никакие вообще не трансформировать. Я понимаю, что я буду делать для этой цели. А сами вы как это объясняете, что вообще ничего не происходит? Ну, либо совсем не верю, либо уверена настолько, что могу ошибиться. Да, я уверена, то идет, ну, какой-то, ну, не знаю, в виде энергии. Ремонтная. Эмоция есть, если уверена. Ну, вот, то есть, по сути, я понимаю, что может быть недостаточно уверенности. Может быть, да? Ну, надо просто смотреть. Да? Дальше. Хорошо. Можно тоже вопрос? Да, 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 можно. Еще, молодой человек, или вы не хотите ничего говорить? Я не хотела бы обвинять, но я бы, возможно, что-то не помню. Вообще, или в этом кусочке? Ну, в этом кусочке. Вообще, совсем было бы странно. Ага. Хорошо, ну, все, все бывает. Хорошо. Ну, добро. Тогда идем чуть-чуть дальше, да, и высказывайте. Хорошо, хорошо. А может быть, убеждением, если... Говорите, да. Такая мысль может быть убеждением, что надо долго учиться, чтобы ждать профессионалов. Да. Абсолютно точно. И частенько учишься и учишься. Некоторые смеются, да. Третье, высшее, да. В этой области хоть час практики есть, нету. Я недостаточно, и все хороша. Это точно убеждение, и точно из области профессионализма. А можно еще обеспечить? Ну, оно же и помогает, кстати. Оно помогает, но нужно держать руку на пусте. Потому что оно не упускает практику в жизни. А что, если, ну, как бы, чувствуешь? Чего слышишь, спокойно говоришь, ощущаешь, что не видишь сферу. Это о прошлом убеждении. А что значит сферу? Не видишь сферу применения? Типа там, куда направить все богатство мудрения души? 100%. Это типа, я ищу себя? Я называю ЛВП люди в поезде, да? Вот. Про это? Обесприменение СП ищете, да? Чем заниматься там, да, Денис? Ну, пока ищем. Да, все поясильные стороны направлены. То есть есть сильные стороны. А что, хотите? Ну, для того, чтобы что-то направить? Помочь себе и другим. Ага, очень так размыто. А с себя, может, начнем? В чем себе хотите помочь? Ой, себе во многом есть. Вот, надо первое. Добрым людям идти помогать нужно тогда, когда помож себе. Смотрите, тут есть такой вот перевертыш. Очень многие идут в профессии помогающие. И для того, чтобы не заниматься собой. И это очень плохо. Очень плохо для другой стороны. Поэтому, смотрите, вот эту разгадку. Разгадка троится вот сейчас. Вот это большой список. С первого начните. Берите его тоже украдите потом. А берите первое. Вот то, в чем хочу себе помочь. И вот с ней работайте. И там тоже сидят какие-то убеждения. Уже в этом. Потому что туда сразу бежите. Хочу помогать себе и другим. Надо найти, в чем конкретно себе помочь. Для того, чтобы держать в фокусе ту дальнюю цель. В дальнейшем, ну там что-то помогать. Для того, чтобы, еще тоже не хватает. Ну там, не знаю. Для разного что-то делают. Ну, чтобы было больше любви. Или чтобы было больше улыбок. Еще что-то это мотивацию дает. Да? Вы хотели спросить? Я хочу рассказать о твоем. Я написала, хочу быть здоровой. И когда вы там оденевались, во-первых, я сама себя почувствовала. Во-вторых, что мы всегда не верим. Потому что у меня есть убеждение, что если я стройнее и худею, то тогда я буду быть здоровой. Понятно, понятно. Ну супер, вы нашли убеждение. Вы же его нашли. Смотрите, ну сейчас задача найти. Нельзя трансформировать то, чего нет. Мы понимаем это? Ну как его трансформировать? Оно может убегать. Смотрите. Ну в общем, у кого-то есть сейчас что-то нашли, у кого-то нет. Правильно? Поэтому еще один способ, как найти. Смотрите. Многие из вас знают такой инструмент колесо жизни. Знаете? Да? Вот. И можно просто сейчас взять хотя бы одну-две области. Ну можно три. Три области. Колеса. Ну кто-то знает это. Нет сейчас. Ну как если бы я сейчас сказала вам, из чего состоит моя жизнь. И подписала здесь. Да? Важно понимать, что вот эти колеса, которые уже заполнены, они не очень работают. Не заполняйте. Колеса, у которых уже есть вот название. Это точно не ваша жизнь. Нужно изобрести свое. У вас будет свое колесо жизни, у которого есть какие-то области. У меня, в моем колесе жизни, нету просто области семья. Там есть область я и он, ну к примеру. Есть все остальные. Ну вот. Понимаете? А например, в колесе, которое я вижу в каких-то книжках, там написано область семья. Ну вот. У меня устроены иначе. Ясно? Да? И тогда в каком-то году у меня была еще область отдельно дети. Ну в каком-то нет. В каком-то есть. И лучше его делать раз в полгода будет. Хорошо. Возьмите, пожалуйста, какие-нибудь одну, две, три сферы своей жизни. И думайте об этом, да, пока я даю задание. И задача какая? Вот вы, мы думаем про колесо жизни с точки зрения чего там хорошего. Я вас попрошу подумать, чего там плохого. Какие проблемы есть в этой одной, двух или трех сферах? Что вас не устраивает? Нужно найти события, которые вас в этих сферах не устраивают. Понятна задача? Да? Надо найти в своей жизни такие события в каких-то сферах. Ну, например, там, если есть сфера деньги у Юния, то ее не устраивает вот эта вот ситуация. Ну, говорю людям, а не верю, да? Вот, найти какие-то события. Может быть, будет событие, ну, не знаю, там, куда конфликт. Или событие, все время начальники попадаются идиоты. Отличное событие, вот, берите, не ошибетесь. Или событие, пятый раз начинаю свое дело и не получается. Тоже хорошее событие. Вот это такое событие, которое несет негативный окрас. Угу. Можно взять какое-то событие? Наши? Если будет несколько, хорошо. Но вы здесь не успеете, надо согласиться, с несколькими поработать. Поработаем, ну, вот одно какое-нибудь надо выбрать. Хорошо? Одно. Я вам сейчас покажу, как устроено у нас, в какой связке с нами событие и мы. Если был кто-то, кто бы поделился событием, было бы вообще очень круто. Событие. Есть какой-нибудь человек самый смелый в этой аудитории, кто бы поделился событием. Ввиду отсутствия бумаги, вот, приходится вот эти нечеловеческие условия. Ну, кто... Ой, спасибо. Как вас зовут? Люда, можете поделиться, что это за событие? Да, могу. Хорошо. Меня не устраивает чувство обиды на брата и дядю, да, что у них не получается отдать долг, и за это у меня остываются... Спасибо. Еще раз как зовут? Люда. Люда. Это... Вы не можете отдать долг им. Они вам не могут отдать долг. Они не отдали. Да. То есть они вам его не отдают. Как давно это? Полгода. И получается, что вы их просите полгода отдать, они не отдают. А как давно они у вас старше, Валя? Два года. Два года как день лет. И полгода вы их уже об этом прям просите? Нет. Я не прошу прям, я не прошу прям. А, вы не просите об этом. А они должны выградаться. Они должны быть лучше. Скажите, пожалуйста, все-таки четко, как они понимают, что вам это действительно нужно? Я потому что она поднимаю. Вы говорите все-таки, да? А они знают, что вы обижаетесь? Спасибо. Спасибо, что делитесь. Понимаю интимное. И вот нас много. Давайте пообещаем, что мы вообще безоценочные. Поднимите руку, кто готов. Ну, да? Мы безоценочные. Люди добрые. Ну, у нас у всех есть, если рассказать ситуацию, да, есть чем поделиться. Правда? Погашу всех пола. Угу. Есть. Знают, что вы обижаетесь. Угу. Как давно они знают, что вы обижаетесь? Полгода. Три месяца. Три месяца. Три месяца. Хорошо. Итак, события. Вот. А мне отдали в долг. Кстати, вот это ведь первый случай такой? Да. Угу. Хорошо, я отдалю. Тут есть еще такие три. Вот это внешнее. Видите? Я вам рисую систему. Называется эта система степ-анализ. Степ. Ситуация. Ситуейшн. Мысли по-английски как будет. На углу тень. Эмоции. Да. Потом эмоушен, эмоции. И поведение. Big Terrors. Угу. Поведение. Вот. Это уже мы. В середине. Да? Видим? Это события. Внешние цвета будут равны экране внешней жизни. А это все в серединке. Итак. Как у вас? Вот вы им это сказали. Они не отдают. И что с вами? Рассказывайте. Да. Так. Вот что говорить. Юля. Люда. Да что еще такое? Люда. Простите, Люда. Люда, Люда, Люда. Так. Обида. Так. И забыли, как тут происходит. Вообще-то устроены мы так, что мы не сразу у нас появляется эмоция. У нас сначала мелькает мысль. Но здесь это слепое пятно. И многие думают, что если с эмоциями разобраться, то все наладится. Надо разбираться вот с этой частью. С эмоциями просто мы будем быстрее возвращаться, что ли, в мирное русло. Но надо вот сюда обращать свое внимание. Когда вы обижаетесь, у вас точно какие-то мысли проскакивают? Какие? Ну, давайте. Честно. Там, они. Ну, что-то же есть. Значит. Так происходит, да? Первое. Почему так происходит? Второе. Почему со мной? Почему так? Почему они? Есть такое? Ну, почему, как бы, знаете, здесь даже обидание не с того, что там не дают, а с того, как они по отношению к этому себя ведут. Да, да, да. Как же они себя ведут неправильно? Да? Вот. Да? Когда у вас такая мысль? Что с эмоцией? Она усиливается. И, скорее всего, из-за вида превращается в злость. Понимаем? Когда уже злость, дальше поток мыслей, он нарастает. И вот эта штука просто, по сути дела, нас имеет. И выталкивает в какое-то неконструктивное поведение. Не было еще неконструктивного поведения? Ну, были некоторые возможности, что это ровно спело. Вот. Жалко, не получилось. Я когда-то понимаю, а что хотелось? Правильно, это сделать. Ну, да. Не хочется даже говорить, да? Ну, чего-то нехорошего хотелось, да? Нет, 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 нет. Да, ладно. События. Не надо. Вот меня вот это вообще... Вот сейчас мой предыдущий мастер-класс забывали. Я тоже так считаю. Но, понимаете, вот это все может просто удержать от того, чтобы обнаружить эти убеждения. Мы потом очень красиво все... Нет, я же понимаю, что все за меня, что я же ответственна за все. И рулю меня. И ситуация решается? Нет. А нам же надо решить ее. Правильно? Надо подправить что-то здесь. Да, есть способы вот этого. Ну, здесь, конечно, что делать? Точно не бороться, признавать, что это есть. Но не бороться, не дай бог. И наращивать эмоциональную компетентность. Вот сегодня разыграем, пойдете, кто-то из вас нарастит. Вот. И, ну, реально, самое главное правило работы с эмоциями. Первое. Признать, что она есть. Первое. Признать. Да. Я сижусь, я злюсь, я обижаюсь, я что-то еще делаю. Это есть. Второе. Из-за этого, сколько еще своей времени, свои, сколько времени еще своей додатанной жизни я готов потратить на эту эмоцию? Ну, понятен ответ. Это, ну, смешно. Смешной вопрос. Да. Какая, какую эмоцию мне нужно быть для того, чтобы конструктивно решать эту задачу? Как я могу доступными мне способами переключить мою эмоцию? Ну, и, в общем, у вас уже, как только вы сказали себе «Да, я злюсь», на 50% накал в гостей уходит. Это факт. Попробуйте. Как только вы думаете «Боже, боже, нельзя же обижаться, мне же рассказали, справедливо в жизни все». Я должна это принимать. Мы с ней боремся. И мы ее усиливаем. Мы усиливаем амоцию. Да, мы это понимаем? То есть, мы понимаем, что с нами происходит. И тогда у нас есть возможность отразить свои мысли. Тогда давайте вместе подумаем, во что верит такое Люда, раз у нее есть такое событие, и раз она обижается. Она не верит, что деньги вернутся к ней, чтобы у нее запустился проект. Ну, не верит. Ну, во-первых, есть, как в карте мира, какая-то система убеждений, связанная с тем, что они должны то-то-то. Вот с этим «должен» там тоже есть что-то, какое-то убеждение. И, скорее всего, есть вот «они должны то-то». Если посмотреть другие контексты, например, там рабочие, то там тоже повлезает что-нибудь. Есть такое, что вам, вот смотрите на людей и думаете, что они там неправы, они там все летут. Да, вот. И точно там есть какая-то, ну, какие-то убеждения, связанные с тем, что другие люди должны как-то там себя вести. Иначе бы этого не было. Что делает Вселенная? Она для того, чтобы нам это показать, что это есть в нашей жизни, дает нам ситуацию. Если мы не понимаем, эта ситуация остается. Как только мы понимаем, ситуация разумеется. Вот так это работает. Вот там есть какое-то убеждение, что должны точно. Если человеку делаешь добро, он должен отвечать тем, что, например, нет. Оно хорошее, но только вас ограничивает. Оно не дает возможности другим людям вести себя свободно. А нарушение свободы других людей – это нарушение законов Вселенной. Понимаем. Правда? Хотя вы, ну, правы, конечно. И Библии написано, значит, надо, чтобы добавить, все это понятно. Вот. И вот примерно такое лицо человека, когда он, ну, оно у него. Вот вроде понимаю, да? Но как-то вот все равно сказать. И дискомфорт. И дискомфорт, конечно, конечно. И спасибо вам большое, что вы делитесь. Понятно, что мы делаем? Вы сейчас в парах. В парах. Поможете другому. Найти его убеждение. Но у вас будет два шага. Первое – поможете найти. А второе – спросите его, во что можно было консформировать. Я сейчас вам продиктую вопрос. Не могу записать сюда. Вы запишите. Хорошо? Нет места, к сожалению. Диктую. Итак. Благодаря какому предположению, не осознаваемому мной, благодаря какому предположению, не осознаваемому мной, я смотрю на вещи так, а не иначе, ну и получаю вот такие события. Да? Или там привлекаю в свою жизнь такие события. Такое событие не поток. И второй вопрос. Давайте первым еще раз. Первый. Благодаря какому предположению, не осознаваемому мной, я смотрю на вещи так и не иначе и привлекаю в свою жизнь такие события. Угу. Записали? И второй вопрос. Он же может помочь перевернуть. Это что я могу придумать? Ну, он будет спрашивать, что ты можешь придумать? Что ты можешь придумать нового, над чем прежде не задумывался? Чтобы у тебя появилась возможность выбора. Чтобы у тебя появилась возможность выбора. Что ты можешь придумать нового, на чем прежде не задумался. Вот это выглядит фраза такая, можно ее опустить, но она все равно мозгу как-то впастает. Чтобы он не искал опять в области опыта. Понимаете? На чем прежде не задумался, чтобы у тебя была возможность выбора. И в поведении что-то получилось по-другому. Ну вот, то, что делает пока Юля в этой ситуации, понятно, приводит к результатам, которые ее не устраивают. Точно делать так, продолжать так делать бесполезно. Да? И я, конечно, бы спрашивала дальше у Юли, у Люды, ну вот, что она делала, она бы сказала, да? Я бы спросила, что можно было еще делать, а что мог бы делать другой человек, представив у кого-то такая ситуация. Ну, чтобы выводить себя на другие поведенческие модели. Угу. Да? Ну, там, у меня лично, ну, у меня любопытство вот на предмет того, что вы не очень про это общаетесь. Да. И вот, конечно, я бы вот в эту сторону очень сильно смотрела. Потому что, если у меня есть убеждение, что другие должны там, бла-бла-бла, то они точно должны догадываться в том числе, что со мной происходит. Ну, вроде, серьеза, да? Вот, но удивительным образом, когда я действительно прошу о помощи, а не требуя обижаться, то удивительным образом, почему-то люди начинают тоже бежать. Они советуют мне, где мне взять деньги, которых мне хватает и которые они меня обманчивают. Да? Вот. Понятно, что делаем сейчас? Люди, кому непонятно, поднимите руки. Понятно. Понятно? Ну, кирните чем-то. Понятно. Объединитесь, пожалуйста, в пары. Да, да. Надо найти ситуацию. Вот точно так спросить человека, да? Чтобы он осознал, какие есть или нет этого события. И помочь ему, если есть проведение, да? Помочь ему обнаружить в этом месте и перевернуть в ясно. Зовите меня, если что, я вам подойду, кому надо помощь. У вас должно быть событие. Да. И такой человек задает вам вот эти вопросы. Не обязательно, не обязательно. Все равно это убеждение будет мешать. Вы могли бы направить в процедурную сторону, да? Окей. У вас, опять, не скажут, не скоро, но я скажу, как она. Продолжение следует... 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 Вот, чтобы вы понимали, как они, я прямо вам принесла, это кейсовая. На тело семья у меня есть. Счастливая семья – большая редкость. Через два года семейной жизни любовь уходит. Не зави... А, ну, сейчас, сейчас, скажите. Невыносимо с одним человеком... А, невозможно, извините. Невозможно с одним человеком счастливо прожить всю жизнь. Семейная жизнь – это сложные хлопоты. Вот это все убеждения. Как вы думаете, какой событийный поток был у этого человека, когда он начал на стациях, когда он начал этим заниматься? Семья была? Семьи не было. Мужчина один был? Не было. Было много? Не было. Там же невозможно с одним. Не было. Не было вообще. Чем не было, мало того, была кармическая завязка, родовая, вот прям по роду, было там у всех женщин. Человек просто взял и переделал. Хотите, зачитаю, на какие? Любопытно? Да. И это переделано с помощью вот этой вот трансформационной практики. Итак, счастливая семья – большая редкость. Счастливая семья – это искусство, которое могут постичь мудрые люди. Или через два года семейной жизни любовь переходит на новый этап развития и преобразуется в близкие и глубокие духовные отношения. Смотрите, это два отношения не имеют. Это просто красивая фраза. Здесь будут шаги по переделке, но конечной точкой будет ощущение, что это оно – моя фраза. Вот у вас будет такое ощущение – все, пора остановиться. Вот это она – моя фраза. Тут же можно было и не так написать, правда? Там, переходим и так далее. Вот нужно добиться от фразы, чтобы она давала вам энергию. Ясно? Что мы делаем? По сути, слышали же, на данной технику аффирмаций? Но аффирмации, которые не ваши, которые написаны в книжке Луиза Хей, они замечательные. Только они к вам не имеют никакого отношения. Они, как, знаете, «пятое колесо в телеве». Не работают они. «Потому что стакан ваш полон вашими убеждениями». Это просто фраза для мозга. Чтобы… И мне человек говорит на… «Да, ну, я знаю, знаю!» «Знаю!» «Ну, а что говорят события?» «Ну, тоже…» «Ну, тоже знает, что…» «Да, не говорить, надо разговаривать, но так не делает». «Не потому, что она не знает, а потому, что такие убеждения». «Ага!» «Что они должны догадаться?» «Ну, не жестынки вообще!» «Как нужно не понять?» «И вообще, как нужно не отдавать?» «Ага, я же там луганская!» «Понимаю!» «Но!» «Да?» «Вот так это работает!» «Итак!» «Итак!» «Вы берете свое убеждение какое-то одно сейчас!» «Я расскажу правила!» «И мы оба уже как мало времени…» «Ага!» «Давайте слово!» «Нет!» «Эм…» «Вообще хорошо…» «Я скажу, как хорошо работает!» «Очень хорошо работает в стройке!» «Можно, конечно, взять все стройку и одному человеку переделать!» «Одному в стройке!» «Ну, кому больше всех надо!» «А остальное тогда…» «Ну, либо…» «Вот…» «Ком, чем-нибудь находите!» «Либо…» «Договоритесь!» «Тут же вот смотрите сколько родителей!» «Договоритесь!» «И потом встретитесь!» «Хотя по одному, чтобы вы опыт получили переделывания!» «Почему?» «Когда мое…» «Мне очень трудно!» «Вот я подходила вот туда к девочкам, «Меня позвали в пары!» «Очень трудно!» «А когда кто-то со стороны начинает этот звук!» «Точно, точно!» «Давай, давай, давай, давай!» «Да?» «И можно что-то услышать!» «А когда два человека, крайне больше!» «Да?» «Сделаем так!» «Да!» «Мы на строчке объединились, и один человек переделает свое!» «А двое будут помогать!» «Хорошо?» «Итак!» «Правило ой!» «Негатив переводим в позитив!» «То есть, любые слова…» «Ну, например, там…» «Тяжелый» переводим в легкий!» «Трус» переводим в «смелый!» «Понятно?» «Слова Антонима подбираем!» «Потом!» «Все должен, надо…» «Должен, надо…» «Какие еще бывают такие вот?» «Обязан!» «О, обязан!» «Вот это, что нам такое делает!» «Да?» «Мы переводим в «хочу, могу, выбираю!» «Хочу, могу, выбираю!» «Хочу, могу, выбираю!» «Третье!» «Мы выбираем слова абсолюты!» «Слова абсолюты – это все, всегда, никогда!» «Вот мы их либо убираем, либо переводим в такие…» «Ослабляем их силы!» «Например, там…» «Все кое-кто!» «Всегда, иногда!» «Да?» «Как там…» «Деньги…» «Там…» «Зарабатывают за тяжелым трудом!» «Деньги иногда…» «Добрым людям на голову падают!» «Ну, почему нет?» «Последие округи!» «Бывают!» «Правда?» «А я же добрый человек!» «Ну, ему нет какого человека!» «Понимаем?» «Вот так это примерно устроено!» «Убираем отрицание!» «Если там «не…» «То просто убираем его!» «Ну, там…» «Не…» «Тому что…» «Не должны…» «Да?» «Союзы…» «Но…» «Однако…» «А…» «Переводим в «союзы…» «И…» «Самый лучший!» «Ну, если вдруг никак не получается, можно к тому же и при этом!» «Угу…» «И самое главное!» «Когда вы просто в лоб все это поделаете, вам нужно как-то переставить слова местами, как-то, может, добавить что-то, чтобы фраза дала энергию!» «Оживить!» «Слово «вдохновение!» «Слово «вдохнуть жизнь!»» «Да?» «Посмотрите, чтобы человек, на которого вы будете сейчас, на которого вы будете работать, как будто бы вдохновился!» «Да?» «Вот!» «Вы будете помогать ему оживать!» «Ясно?» «Ясно, что делаем?» «Сейчас объединяемся в тройке!» «В тройке!» «И в тройке один человек заявит свое убеждение!» «Два других помогут его переделать!» «Переделать!» «Переделать!» «Доиха!» 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 Ваши проекты можно снимать? Вот сюда один человек, придите, кто хочет, один сюда, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот сюда один человек, придите, кто хочет, уже нашлись. Вот поэтому важно, да? Вот эти булки, ракеты получают больше, но у нас было бы не меньше, но в этом случае... А если вы только мы себе булки, то есть если вы раз в месяц, то есть при почтовании сушения, то есть в месяц? Да. 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 Я поздравляю вас. 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 Я поздравляю вас.